да и здрасте кстати очень хорошо главное настроение хорошее город харьков меня зовут а где это территориально егатеринбург ну слышал центр россии географический может вопрос у вас какой-то интересный сеха правда сильно я себя лучше слышу чем вас ну я пока еще громко не говорил вопрос такой вот у вас как отношения к войне которая у вас происходит ну конечно же отрицательное как можно к войне нормальному человеку не относится зачем вы говорите вы за красных забил их вы за кого я за правду а правда в том что есть сильное государство смелое правдивое и есть соединенные штаты мелкое паршивое лживое нечестное государство так что о чем тут речь то есть но америкосы там рулят и людей долго конечно и говорят что нас там нет все делают чужими руками мы их там и так и называем их там нет и это про кого вы говорите про американцев конечно про их лживость подлость они в прямую присутствует ну так они же никогда открыто не говорили что они там есть вот дедушку недавно там в глаз подстрелили убили 71-летнего который курей кормил зачем-то снайперы я я так склоняюсь что это просто туризм по убийству людей за привозят но пострелять по живым людям смысл какой человека было убивать вот сидит снайпер грубо говоря да вот ну хрен с ним в силу там украинский парень там может специалист может там еще какой-то он каждый день его в прицел этого деда наблюдает который там кури наверно это был американец да я скорее всего к этому говорю что это туризм вот но сама америка они же вот есть и поговорится я это вот поговорил несколько раз с американцами они же совершенно этого не понимают они же говорят нас там нет а оно все само а вы докажите но не зомбированы пропагандой американской полтора миллиона иракцев и мы об этом расскажем точно не было тоже нет нового про ирака я не знают а вот 200 тысяч афганцев точно зачем об этом рассказывать а в югоспании даже больше по моему чуть ли не миллион ирак этих афганцев а кто их там учитывает кто их там считает точно говорят я не знаю это сама когда советский когда советский совет их там было много и мы там делали для них чего-то не вместе с вами как говорится да вот мы одна страна воде но были да вот я вот такой вот интересный факт услышал что нашли там на севере афганистана там 22 тысячи каких-то там древних золотых изделий их ведь в союз не привезли основали музей в кабуле туда все свезли для афганского народа все оставили и сейчас его нет ну да делом в америку вывезли где он но там на двести с лишним миллионов долларов это теми деньгами теми долларами восьмидесятых годов которые были там дорогущие доллары а сейчас советский союзе ж никогда вот не вы никогда ничего не вывозил никогда ничего не отобирал ну просто мы же адекватные люди мы понимаем и так сказать нам легко и свободно разговаривать согласен с вами ну видите как а все же руководство все это все же америка это ж все американцы все граждане америки родившиеся в америке с американскими паспортами и говорят по-американски и простые американцы этого не понимают ну или как-то или может быть и понимают кто-то но как-то замалчивают да им не надо им зачем абсолютно когда им говорят что это на донбассе там фигуре потребления им вообще какой донбассе им насрать знаете как вот это поединок холодильник холодильник против телевизора а у них совместно и холодильник и совместно с телевизором они из холодильника достали и сели к телевизору смотрят и когда им говоришь ну ребята ну это же американские танки на донбассе и американцы в американской форме и оружие американское и грады американские и орудия американские и снаряды от salmon Замачиваются американские, абсолютно никакого понимания этого нет. Они такие, а нас там нет. А это, говорит, в шахтах нашли. А это, говорит, отжали. Ну, это мы с вами понимаем, что это бред про шахты. Ну, это же просто показатель лжи, подлости вот этого мелочного государства, которое, так сказать, просто только пропагандой зомбирует своих граждан. Вот я разговаривал с американцем. Вот он из Америки. Абсолютно вот у человека разорвана просто связь причины, следствия, замалчивание фактов. Просто из телевизора что-то такое мне пытается там, защищает свое государство. Самый главный пропагандист американский это Соловьев, да? Он виллу Виталия, по-моему, имеет. Нет, он не это самое. Ну, самый главный пропагандист это Соловьев, да? Подождите, Соловьев, это какой же пропагандист? Вы понимаете разницу между пропагандистом и журналистом? Ну, конечно, я понимаю. А как вы понимаете разницу? Вы, наверное, так сказать, вот вы сейчас обзываете Соловьева, Кизелева еще, наверное, вспомните. Как вы понимаете, в чем разница между пропагандистом и журналистом? Ну, они пропагандисты-то доносят, как, политику, грубо говоря, государства и партии, и там, да, всех. А журналист, он ищет правду. Правду. Ну, так вы же сами подтвердили, значит, вы же несправедливо сказали на Соловьева. Ну, журналист, он правду говорит. Это в Америке пропагандисты. К сожалению, у нас в Киеве пропагандисты, которые просто лгут, лгут совершенно. Нет, извините, я вас перебью, я подумал, что вы начинаете меня троллить, когда вы начали говорить, что американские танки, американские грады и в шахтах там все нашли. Нет, так они же говорят, спросить американца простого, вот откуда американские танки на Донбассе. Вывезли, вывезли, там американских танков там нет, это раз. Так, по-моему, вы тоже подвержены пропагандой. Нет, нет, они вывезли все с Румынии, с Польши, все эти Т-72, там, Т-80 и прочее, прочее. Потому что украинцы на тот момент, они были третьей державой, третьей державой, которые продавали всему миру оружие, да, остатки советского вооружения. Ну, распродавали, да. Третье место занимали по продаже оружия. Да, 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 по остаткам вот этого Советского Союза. Именно за складов они это все распродавали. Когда у них кончилось, а надо было воевать, им привезли с Болгарии, с Польши, с Румынии. Все остатки советского тоже наследия же, им туда все это доставили. Точно. Вот, мне кажется, все-таки вы тоже... Почему, почему в Приднестровье, допустим, вот наши не отдают, да, российские? Ну да, там же склады какие. Там же склады. Да, их вывезти оттуда это нереально. Нереально вывезти. И уничтожить нереально. Нереально, уничтожить тоже нереально. А охранять их надо, потому что если это бабахнет, то, извините меня, там, по-моему, две хиросимы. Да, то даже больше. Но мне кажется, вы тоже подвержены влиянию американской пропаганды. Вот когда вы говорите, что там нет американских танков, нет американских градов. Не, ну танков там точно нет. Артиллерии нет. Подождите, аэбрамсы неоднократно засветились там. Леопарды, вы что? Вот это первый раз слышу. Вот это первый раз слышу. Ну вот видите, я же говорю, замалчивают иногда очевидные факты. А если американца спросить, откуда танки, он начнет рассказывать, что по всему же миру торгуют оружием. Ну много-много продавали, да. Почему бы и нет? Абрамсы вообще, это же один из самых массовых танков. Да, Абрамс М1, он что-то в районе 9 тысяч штук, что ли, выпущен был. Хотя сейчас все заводы закрыты. По-моему, в Греции их только там где-то что-то реанимируют, где-то делают. У них там какой-то маленький завод. Ну это же фирма Крайслер передала технологии. Да, 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 да. Они там, ну чисто там ремонтируют их. Рембаза, грубо говоря. А так они, вот наши, если Т-72, они вот переделывают, там Б3, там Б4, уже переделывают там новые там... А, кстати, на Донбассе откуда взялись Т-72, Б3? Слушайте, я об этом не слышу. Ну, это самое. Видите? Значит, их там нет. А Абрамсы там есть. А мы же и так вот этих американских вот этих наемников так и называем. Их там нет. Не, американские наемники... И когда мы говорим, что они в американской форме... А, так сказать, еще же Обама сказал... А тренироваться же где-то надо. Точно. Тренироваться же где-то надо. А когда вот спрашивали Обаму, он говорит, а форму, говорит, можно в любом супермаркете купить. Да. Такой подлец, сука. Согласен. Ну, вообще, просто... Ну, у меня вон есть спецодежда. Я могу зайти... Точно. И купить советской армии, допустим, спортивный костюм. Да, можете. А когда их спрашивали, а что же вы все в американской форме, он говорит, просто купили такую. Такая партия попалась. Правда, китайского производства. Очевидно. Ну, Френ его знает. Там сейчас китайцы все делают. Да, да, да. И вот еще такой момент интересный. Вот неужели американцы не понимают, что Илон Маск проходимец? Что это все, так сказать, просто... Ну, всему миру это очевидно. Все его Теслы горят, все там прочее. Они там собирают их где-то на коленках. Я не знаю, почему у него бабки. Это государственная поддержка. Абсолютно правильно. Вот я, например, любого американца спроси, говорит, что ты... Я его спрашиваю, говорю, что ты понимаешь, что Илон Маск проходимец? Что НАСА это просто, так сказать, распил бабла. Что никаких исследований научных нету. Никаких результатов нету. Что ракеты постоянно взрываются. Нет, блин. Все классно. Это наше все, блин, да? Да. Фалькон садится. Наши отказались от этой идеи. Она же была еще в 60-х годах, по-моему, они в 67-м или 68-м году от нее отказались. У них это уже было отработано. Они даже первый запуск сделали и посадили, а потом сказали... Точно. Да ну нахрен надо. Более того, в России... Буран отказывались долго, но чисто потом в технологическом смысле, чтобы его отработать, это просто технологии нужны были там дальше, чтобы наука шевнула. Поэтому они его сделали, они его запустили, полстраны на это работали, извини меня, да? Подождите, вы про Америку рассказываете или про Советский Союз? Нет, про Россию. Советский Союз, Буран. Про Советский Союз. Энергия Буран. Ну да, да, да. Энергия Буран. У меня в городе три завода на это работали. Энергия Буран. Я понял. Так Буран, он же одноразовый. Так не, почему? Он слетал и приземлился беспилотно. Ну. Без людей. Ну. Он слетал и приземлился. Ну, РЛС Пигматит, да, его посадило. Так, подождите, так Буран же одноразовый корабль. Почему одноразовый? Ну, а он же один раз слетал. Ну, один раз слетал и просто программу закрыли и все. Дорого. А, я понял, дорого. Я понял. Так я же говорю, а они не понимают, американцы, что, так сказать, это все фигня, самая натура. Они думают, что Америка великая страна, что какие-то исследования. Да, пожалуйста. Я же не чувствую тыма вашего. Вот. И вот главное, что пропаганда зомбирует. Думают, что вот это вот они какие-то там космодромы строят. У них запретили автоматическое оружие сейчас в продаже. Байден же добился. Это добивался Барак Обама и все начиналось. Не говорите. Поставили попку, который там где-то там в торговом центре пострелял и сдался. Обычно его убивали, а тут он сдался. Его... Ну, я же говорю, что... А государство типа тут ни при чем. Под этот шумок Сенат принял закон, что все, продажа автоматического оружия завершена. Но извините меня, самая вооруженная страна в мире. Это 350 миллионов стволов. Там население, столько нет, сколько у них стволов на руках. И причем оно автоматическое. Ну. И когда мы говорим, откуда оружие на Донбассе, они такие... А нас там нет. Это большинство, это у белого населения оружие, которые за Трампа, которые не за черных, которые могут пойти воевать. У них там боеприпасов и всего на свете вагон и маленькая тережка. Вот. А на Донбассе все равно, так сказать, светятся негры. Вы представляете? А американцы как-то даже вот... То есть, то ли не понимают, что происходит, то ли намеренно лгут. Да им это зачем? Ну, смесь какая-то, наверное. По барабану. Нам, говорит, все равно. Им это не интересно. МВФ уже от Украины отказался. Точно. Денег больше не дает. Вообще. А на что жить-то будет? А нас всегда Россия спасала. Америка нас всегда травила голодом. Уничтожала. А Россия нас всегда спасала, кормила. Я думаю, что Россия нас обязательно спасет. Это ж всегда было так. В этот раз вряд ли будет. Я уверен, что братский народ, справедливый народ, честный народ, не зомбированный совершенно ничем. А если по-честному, это правда? Подождите, вы сомневаетесь в этом? Конечно. Ну, смотрите. Ну, есть сильная, смелая, сильная, смелая страна Россия. И есть мелочная, слабая, подлая страна Америка. У кого нам искать спасение? Нет, ну, тут по без вариантов. Видите, слава Богу, что Америка все-таки дальше. Богу Путин вас в очередной раз спасет. Однозначно, это сильный, смелый лидер, честный, с яйцами, как у нас говорят, что Путин мужик с яйцами. Смелый мужик. Это самое, всем сказал нам, говорит, насрать. Нас там нет, это самое. А вы докажите, это не мы. Смелый, смелый, честно заявил, вообще такой красавец, просто прелесть. Не сравнить. А у них там чехарда вот этих президентов. И Трамп, и этот самый, и Байден, и вот этот, как его, кто там был еще, даже не знаю, в 14-м году, уже забыл. Они так меняются, что я забываю уже. Обама. А, Обама, да. Ну вот, видите. Обама. Да. Они только зомбировать могут своих людей, а так они больше не могут ничего. Ну ладно. Всего вам хорошего. Нехай счастить. Нехай счастить. Побегу дальше. Да побежите. Продолжение следует.